Я свой доклад хотела бы предпослать некоторым таким вступлением, потому что боюсь, что большая часть материала, который я показываю, будет довольно непривычно большинству присутствующих. Потому что, по видимости, область, которой я занимаюсь, находится максимально далеко от круга интересов, чем занимаются участники этого семинара. Я сказала «по видимости», потому что чуть позже я буду опровергать эту далекость и, наоборот, настаивать на близости того, чем я занимаюсь, теми семинаров. Я занимаюсь германским звериным стилем и, наверное, для начала надо, по возможности, коротко, хотя это отнимает дорогоценное время, но все-таки я сочла необходимым коротко сказать о том, что за зверь такой этот германский звериный стиль. Простите мне, этот не очень удачный каламбур. Ну, во-первых, из звериный стиль. В зверином стиле мы называем орнамент, построенный на стилизованных изображениях животных и их частей. И для русского читателя, русского слушателя, конечно, понятие звериный стиль обычно ассоциируется с скифосибирским звериным стилем, великим искусством раннего железного века степей Евразии. И многие даже очень удивляются, узнав, что помимо скифосибирского звериного стиля бывают, оказывается, еще какие-то звериные стили. А между тем, звериный стиль – это понятие, скорее, типологическое, которое в разных культурах иногда встречается. У Бориса Ильича Маршака, в его последней книге, вышедшей посмертно, я встретила интересную фразу. «В начале средних веков возрождается звериный стиль». И хотя дальше эта мысль у него не была, к сожалению, развита, но фраза эта мне показалась очень интересной. Потому что в ней содержится близкая мне мысль, мысль, кажется, восходящая еще к ростовцам, о том, что средневековые звериные стили, которыми я занимаюсь, они не только типологически, но и каким-то образом генетически связаны с вот этим скифосибирским звериным стилем раннего железного века. Я сказала, что эта мысль мне близко и кажется совершенно верной, при том, что она не поддерживается, кажется, даже какой-то немного выходящей за какие-то академические границы большинством современных авторов. А между тем, эту генетическую близость даже, мне кажется, можно доказать. Так вот, тот самый звериный стиль, который, по словам Маршака, возрождается с началом Средневековья, это и есть мой германский звериный стиль, который формировался у германских народов около середины V века, в то время, когда, как известно, германцы населяли всю Европу, и таким образом вот этот процесс, который у них происходил, затронул всю, соответственно, территорию всей Европы. Затем, в каролинское время, этот вид искусства стал более-менее вытесняться влияниями, идущими, как известно, из Средиземноморской области, такими антикизирующими влияниями. Но до конца, и это важно для того, что я скажу потом, до конца этот вид искусства был не забыт в Западной Европе. А в то же время в Северной Европе, на Британских островах, и особенно в Скандинавии, он в это же время переживал очень бурный расцвет, и этот расцвет продолжался в Скандинавии, ну, по крайней мере, до XII века. Почему? Иногда его называют скандинавским саверином стиле. Таким образом, мы видим, он имел очень долгую историю и пережил такую довольно бурную развитию, там смены разных стилей происходили. И, в общем, это искусство очень развитое и очень сложное. Но вместе с тем в литературе, даже среди авторов, специалистов в этой области, даже в основном среди специалистов в этой области, в литературе сформировался такой взгляд на это искусство, как на явление, ну, хоть и занятное, и очень интересное, но все-таки такое очень периферийное, очень локальное, ну, во всех отношениях барбарское, естественное, которое находится в стороне от процессов, основных процессов, которые проходят в искусстве Европы средних веков. И вот этот взгляд, мне кажется, глубоко ложным, потому что я считаю, наоборот, что германский звериный стиль находится у истоков и, по-видимому, оказалось сильнейшее, возможно, ключевое влияние на сложение, формирующейся тогда средневековой системы изображения и средневековой эстетики. Немало, немного я готова заявить вот такие громкие постулаты. И, конечно, такие громкие заявления нуждаются в, ну, каком-то обосновании, и я сейчас, естественно, подробно обосновывать его не буду, но все-таки потрачу время на то, чтобы продемонстрировать вот то, что я сказала на нескольких примерах. И начать надо, наверное, с того, что назвать основную характерную черту германского или скандинавского сфериного стиля. Как я сказала, он на протяжении своей истории претерпел очень много разных перемен, смены разных стилей, но вот эта черта, которую я сейчас назову, она является постоянно доминирующей и определяющей его, которая, эта черта, эта его особенность, отличает его от других сферинных стилей, в частности, вот от скифа сибирского сфериного стиля, о которым я упоминала вначале. Эта черта – это крайний формализм, орнаментальный формализм, примат формы, которая полностью подчиняет себе изобразительную функцию изображения и влияет на него настолько радикально, что иногда вот той неузнаваемости как бы его трансформирует. Вот мы видим перед собой бляшку из знаменитого вендельского могильника в шведской области Упсула, это недалеко от Стокгольма. Этот могильник – это вообще очень богатый материал по так называемому вендельскому стилю мировинской эпохи. И тут мы видим, вот мне кажется, она ярко демонстрирует то, что я сейчас сказала, это вот как бы растворение в орнаментальной форме изображений. Тут изображены два животных, и я не уверена даже, что все присутствующие этих животных могут различить среди вот этой, ну, того, что называется «игры линий», чрезвычайно, на мой взгляд, красивые. И тут я не удержалась, как вы видите, от того, чтобы мне провести цитату, которая мне недавно встретилась, цитату, которую я считаю очень характерной, я сейчас ее прочту, заранее попросив прощения за свой корявый перевод. Цитата эта взята, мною взята из очень интересной книги от Топехта по книжной иллюстрации, и сразу, воспользуясь случаем, поблагодарить Ольгу, ой, простите, Анну Владимировну Пожидаеву за то, что она мне на эту книжку указала, и, мало того, прислала ее ПТФ. Так вот, Ипехт пишет, «Северный звериный орнамент с его кошмарной, скрученной в корчах органической жизнью, объединенной тем, что каждый грызет зубами другого в смертельной борьбе за существование. Это война всех против всех, где агрессия направлена даже против собственного тела агрессора, который при этом уже не остается настоящим телом, но дематериализуется, но это не точный перевод вот этого важного слова «the nature» – «ленточном плетении». Как я сказала, я считаю эту фразу, поэтому как бы так специально на ней останавливаюсь, эту фразу очень характерна для, я заранее прошу прощения у всех присутствующих, для искусствоведа, который воспитан на убеждение, что произведение искусства – это прежде всего то, что оно изображает. Я опять-таки прошу прощения, я, конечно, знаю, что искусствоведение хорошо знает о художественной форме, о формальном анализе, о стиле, стилизации подобных вещах, но тем не менее в основе анализа, во всяком случае, в тех анализах, которые не встречались, в основе анализа обычно кладется именно сюжетная сторона искусства, и как бы вот она как бы в первую очередь разбирается. И вот Пехт, собственно, ее разбирает. Он говорит, грызет зубами, есть тут такое, есть грызут зубами, но правда не друг друга, но хотя иногда и друг друга грызут зубами, это чистая правда, а вот собственное тело, как мы видим, тоже грызут. И Пехт, значит, отсюда заключает, что ужас-ужас, кошмар, борьба, война всех против всех и прочие такие вещи. И при этом удивительным и, в общем, непостижимым для меня образом не замечает главного, что, мне кажется, тут есть и что, как мне кажется, любой непредвзятый взгляд тут, на что он обращает внимание. Он этого не замечает, при этом называет. Вот видите, он пишет, что тело уже не остается настоящим телом, но вот оно денейчит вот этим ленточным плетением. И в этом есть, конечно, ключ к пониманию этой вещи, но как и вообще вот этого вида искусства. Потому что, если оно дематериализовано, вот денейчит, то, стало быть, тут нет вот этого всего, что каждый грызет зубами и прочее. То есть это приобретает совершенно другой вид. И как бы тело изображаемого превращается в совершенно какую-то другую сущность. И вот эта якобы агрессия, она тоже приобретает некий другой характер. Это очень интересная и важная для меня сегодня в том, что я буду рассказывать мысль. Мысль такая, что орнаментальная стилизация снимает вот эту внешние признаки агрессии. И вот чтобы продемонстрировать, я показываю взятую у того же Пехта иллюстрацию, где напротив изображение вполне натуралистическое и где вот это вгрызание действительно воспринимается как действительно такая нешуточная какая-то и немного садистическая картина. В германском же зверином стиле вот именно вследствие вот этой крайней стилизации изображения и подчинения его орнаментальной форме это приобретает совершенно другой характер. Но при этом вот эта зверинность, она, ну, здесь, мне кажется, она вообще нередна, но иногда она проявляется в виде таких действительно знаков агрессии. И это вообще сам по себе очень интересный вопрос, который, мне кажется, не имеет такого удовлетворительного ответа. Почему именно животные, именно агрессивные животные, но так популярные, причем не только в германском зверином стиле, а мы сегодня как раз будем говорить вообще в средневековом искусстве. при этом это вот та самая снятая агрессия, ну, вот это вот как бы дематериализованная вот этой орнаментальной формы. Но так или иначе, вот эта зверинность вот остается, и почему-то она вот оказывается такой основной окраской этого, в общем, такого почти абстрактного орнамента. И вот это качество, вот этой зверинности иногда так подчеркнуто, подчеркнуто якобы агрессивно, я буду называть, ну, таким не очень тоже ясным термином, но вот во время сегодняшнего доклада я буду называть тератологичность. Вот это вот такая подчеркнутая зверинность. И, да, но главное все-таки содержание этого искусства, я должна повторить, это прежде всего орнаментальная форма, то есть красота. Это ключевое сейчас для меня утверждение, потому что, что утверждение того, что германский звериный стиль, это не про войну всех против всех, как это описывает Пехт, и не только он. Я привела эту его фразу, потому что она, в общем, довольно типична. Это не война всех против всех, а наоборот, это про красоту. И тут, как бы, может быть, становится более понятным мое утверждение о влиянии этого искусства на складывающуюся в это самое время средневековую эстетику и средневековый подход к изображению. Потому что я, опять же, убеждена, что этот примат орнаментальный, обычно линейной формы над изображением, полное подчинение изображаемого вот этой орнаментальной формы, мне кажется, это мутатис мутандис, то есть в разных областях это происходило по-разному, но мне кажется, это то, что характеризует средневековое искусство в целом и средневековое именно искусство красоты как некой структуры, которая вот как бы все собой поглощает. Это касается, и не побоюсь этого слова, и византийской изобразительной системы, и вот декоративной системы храма. То есть я не исключаю и этой области своего утверждения. И вот продемонстрировать, как самодействует это искусство с более привычным большинству слушателей искусством, скажем так, религиозным, я хочу на буквально нескольких примерах, хотя это не касается прямо темы моего доклада, но касается косвенно. И мне кажется, это довольно важно. Вот бляшка, которая относится к той же вендельской культуре, что и вот предыдущая. Но тут мы видим, что изображение построено по видимости проще гораздо, чем в предыдущем примере. Тут нет такого хитросплетения линий, но с другой стороны мы видим, что изображение, эта простота, она, да, ну все, я думаю, видят фигуру птицы, но эта простота, она обманчива, потому что, даже как и в предыдущем случае, это изображение, как видят все, я думаю, полностью подчинено, опять же, линейной структуре. Она другого рода, чем в предыдущем примере, но она точно так же тотально подчиняет себе все детали изображения, и в том числе влияет на его характеристики, например, на позу. И тут я хочу привести понравившееся мне выражение того же Бориса Ильича Маршака. У него там встретилась такая фраза «сюжетные немотивированные движения». Вот именно эти сюжетные немотивированные движения, то есть не вполне естественные позы и движения изображенного существа, если они сюжетные немотивированные, то чем они мотивированы? Они как раз мотивированы вот этим, орнаментальной формой, которая, еще раз повторю, радикально влияет на его характеристики. И вот следующий мой пример, как бы из другой культуры, правда, культуры родственной, потому что англосаксонское искусство, оно своими корнями покоится в саверином стиле тех же самых англосаксов, которые, собственно, тоже были германцами, как известно. И поэтому традиции этого савериного стиля, то есть того же самого, что в Скандинавии, ну, с местными, конечно, особенностями, но того же характера, они прослеживаются, ну, на протяжении всего англосаксонского, по меньшей мере, периода. И вот это вообще отдельная тема, и, может быть, когда-нибудь мне будет позволено также рассказать вот о судьбах англосаксонской ветви этого искусства. И тут мы видим вот это изображение дракона, которое не без натурализма как раз показано, но которое, вот это и есть наследие германского савериного стиля. В англосаксонском искусстве там вот как бы некоторый натурализм сочетался вот с тем, что я называю крайней пластичностью изображения, то есть его способностью принимать любые позы, что вот как раз, мне кажется, в несомненном связано вот с этим принципом германского савериного стиля. Вот эти сюжетные немотивированные движения. Тут, мне кажется, тоже мы наблюдаем, и если сравним вот с предыдущим изображением, увидим даже некоторую общность в построении этого изображения. Кроме того, мы тут видим еще один очень важный элемент, о котором мы будем много сегодня говорить, вернее, я буду много говорить, который для меня важен. Это очень пышные и обильно применяемые растительные элементы. Чисто германский саверинный стиль, вот как здесь, он вообще оказался удивительно устойчивым и невосприимчивым к основной области европейской орнаментики, а именно к растительному орнаменту. И лишь вот к переломной эпохе, а сегодня мы будем как раз заниматься, то есть я буду рассказывать о переломном памятнике, уже сильно гипридизированном. Вот лишь тогда растительные элементы стали входить в эту скандинавскую орнаментику. У англосаксов же растительные элементы были внедрены довольно рано, и я лишь хочу обратить внимание на то, насколько слито изображение животных с изображением с растительными орнаментами. Они полностью уподоблены друг другу, и животные, в общем, очень похожи на эти листья, которые его окружают, а листья содержат в себе вот тоже что-то такое заморвенное, как мне кажется. И это очень важный как бы постулат, но я его чуть позже скажу. И вот следующий пример. Опять же, вот в фигурах этих предстоящих, на мой взгляд, прослеживается тот же самый принцип подчинения изображения линейной структуре, вот эти сюжетно-немотивированные позы и движения. И вот я, собственно, этим хочу продемонстрировать то, что, ну, то, что называется лицевые, сюжетные, человеческие изображения, они не отделены от заморвных и, в общем, строятся во многом по тому же принципу. Вот если мы сравним этого дракона с фигурой Богоматери, мне кажется, что это можно в этом убедиться. Ну и, наконец, мое любимое, вот это, где, во-первых, как бы виден тот, опять же, известный каждому бедевисту принцип, что растительный орнамент, звериный орнамент, который тут представлен вот этим дракончиком, и изображения человеческие, религиозные, либо светские сцены, вот эти области искусства, как правило, изучаются отдельно друг от друга, а это, между тем, в корне неверно, потому что они, конечно же, составляют одну систему и влияют друг на друга. И тут мы видим, как вот тоже вот этот разворот, насколько вся композиция вот пронизана вот этим, опять же, линейным ритмом, орнаментальным ритмом, который задается, конечно, вот этими завитками рамки, ну, который вот и пронизывает в том числе изображение евангелиста, и тоже его очень сильно бедоизменяет, и вот эти как бы сюжетные, немотивированные движения тут тоже заметны. Ну и напоследок, вот тоже не могла пройти мимо этого примера, я его взяла как раз у Пехта, это, я долго не могла поверить, это изображение благовещения, при этом это инициал буквы первой буквы слова «магнифика». И Пехта написала, что, наверное, это можно не сомневаться, что это единственное изображение благовещения, где присутствуют две фигуры Марии. Он объяснял этим, и, конечно, верно объяснял, необходимостью приспособить эту сцену к начертанию буквы «м». То есть опять изображению навязывается извне некоторая геометрическая структура. Но я еще хотела бы тут подчеркнуть, что, конечно, тут действуют законы зеркальной симметрии, и это далеко не единичный случай, когда в угоду этим законам фигура, которая по сюжету должна быть одна, удваивается, симметрично удваивается. Но вот действительно со сцены благовещения я это вижу первый раз. Таким образом, я попыталась продемонстрировать и обосновать эту свою мысль, что вот этот способ обращения с натурой у средневекового искусства, общий с германским звериным стилем, я имею в виду средневековое искусство христианской Европы, общий с германским звериным стилем, но, разумеется, с различными вариациями в каждом конкретном случае. И мне кажется, что именно германский звериный стиль вот передал вот эту школу, этот навык обращения с изображением, вот этот навык денейчин, если мы вспомним вот ту цитату Пехта, с которой я начала, вот это развоплощение, вот отрывы его от материальной. Основы изображения, что мне кажется, что именно германский звериный стиль во многом как-то повлиял на вот эти свойства средневековых изображений. Это, разумеется, можно даже очень сильно развивать, но в этом, это сегодня я не буду делать, а передо, наконец, к своему докладу после такого затянувшегося вступления. И начну я тоже с общих соображений, а именно с того, что каждый человек, занимающийся декоративным искусством средневековья, особенно времени его расцвета, около XII века, хотя здесь мы видим памятник гораздо более ранее, ему знакомо то, что я уже упоминала, то, что изображения сюжетные, в данном случае священные христианские изображения, а также изображения зверей и растительный орнамент соединены в нем, то есть в этом искусстве, в единую систему, что оно абсолютно в этом смысле синклетично, и понимать эти изображения можно только в этом контексте. И другая вещь, с которой сталкивается каждый исследователь вот этого искусства, вот особенно времени его расцвета, то есть XII век, для меня является таким временем, это то, что среди вот этих звериных изображений, о которых в прессе мы только и будем говорить, что среди них распространяется по всей тогдашней христианско-мусульманской аэкумени общий набор однотипных, одинаково стилизованных изображений, то есть с одними иконографическими чертами изображений животных. Я это демонстрирую сейчас на, может быть, не самом удачном примере, но тем не менее, вот эти два изображения птицы, которые, как мы видим, очень различны стилистически, они, тем не менее, имеют общие иконографические черты, ну, в частности, в стилизации крыла мы видим общие черты и в особенности вот это дальнее от зрителя крыло, которое выставлено перед грудью. Ну и много таких примеров можно привести еще. И я предлагаю сегодня в этом докладе называть этот набор однотипных изображений, общих для вот тогдашней аэкумены, как я сказала, который был, ну, тоже, мне кажется, удачным сравнением, таким, как общим языком, такой кайне тогдашнего декоративного искусства, я предлагаю называть этот набор этих однотипных изображений зооморфным канонам. Этот канон, конечно, нуждается и доступен к более строгому описанию, и я когда-то в очень-очень старой моей статье попыталась описать и объяснить некоторые его черты, и больше я, к сожалению, к этой теме не возобращалась, что, конечно, жаль, потому что тема, мне кажется, интересная и важная. И одним из наиболее заметных участников этого канона является тип изображения, которым мы будем сегодня заниматься. И тут я сталкиваюсь со сложностью дать ему какое-то такое более-менее строгое описание. но я, тем не менее, попытаюсь это сделать. Это, во-первых, изображение крупного хищника, часто прямо льва. Но заранее скажу, что зоологические определения я считаю несущественными и, в общем, довольно вторичными в этом виде искусства, потому что очень часто нельзя точно определить вид животного, и иногда даже нельзя точно определить, животное это или человек. И именно поэтому я считаю, что это не всегда существенно. Но иногда подчеркиваются именно львиные черты, вот как в некоторых здесь приведенных мной примерах. Ну, конечно, изображение крупного хищника это такая вечная тема декоративного искусства, и мы, я сегодня для анализа беру не все такие изображения, а вот только изображения определенного типа, которые я сейчас не без труда попытаюсь описать. Во-первых, это изображение, поскольку это крупный хищник, то он часто подчеркивается его вот такие вот как раз звериные черты, такие угрожающие, агрессивные, угрожающая поза, иногда оскаленные зубы и тому подобное. Вот эти признаки агрессии. С другой стороны, эта агрессия, эта свирепость, она тут выступает не в таком прямом своем виде. То есть мы возвращаемся немного ранее затронутой мною в проблеме, в том, что с помощью стилизации можно вот эту агрессию превратить в что-то другое. Это агрессия, это потому что эти изображения явно очень праздничные, очень нарядные и, в общем, я бы сказала, веселые, что противоречит вот их проявлению их агрессии. я назвала бы этот тип, это свойство декоративная свирепость. Это такое намеренно предлагаемое оксюморонное выражение, которое как раз показывает вот эту противоречивость этих изображений, потому что, конечно, ключевое слово тут тоже декоративность, вот потому что, как мы видим, эти изображения очень декоративные. Да, я хотела сказать, что если кто-то имеет тело с реальными домашними хищниками, собаками, кошками, тот хорошо знает, что у них проявление якобы агрессивное поведение, то есть угрожающей позы, иногда даже рычание весьма часто является проявлением не агрессии, а наоборот игры, и вообще хорошего настроения. И примерно так же и в этом искусстве. Мне эта параллель кажется очень близкой, где это все принимает какой-то, не какой-то, а во многом именно игровой характер. И именно за счет декоративной стилизации, потому что декоративная стилизация, вообще декоративность как очень положительный, так положительно настраивающий зрителя элемент, он снимает вот эти якобы агрессивные черты. И для контраста я вот приведу пример, даже как приводила вот сходный пример, вот я противопоставляю вот этот тип изображений, о котором я говорю, о котором буду рассказывать далее, с ну как бы натуралистическими изображениями тоже хищников, а иногда и фантастических животных, вот которые тоже нападают, вгрызаются и так далее. Вот в искусстве, о котором я говорю, это выглядит иначе, и собственно на этом контрасте я как-то пытаюсь объяснить, что я имею в виду. значит декоративная свирепость и в создании вот этой декоративности конечно тут играют важные элементы, о которых я буду много говорить сегодня, это очень обильное применение растительных элементов, которые не просто там украшают поле, мы сейчас познакомимся и с этими примерами, а именно внедряются в само изображение, участвуют в его построении, прежде всего вот таким симптомом является то, что мы называем процветшие хвосты, то есть когда хвост превращается в пышную пальмету, но и вообще очень сильно влияют на стиль этих изображений. И растительные элементы, как мы знаем, всегда имеют однозначно положительную коннотацию, именно они поэтому создают настроение праздничности, нарядности и веселости этих изображений при всей их вот этой как раз стератологичности. И слушатель может заметить, что из приведенных примеров преобладают древнерусские примеры. Я только что сказала, что этот тип изображений как бы общий по всей христианско-мусульманской умении, но между тем вот наиболее выраженные эти черты вот пожалуй, что вот в древнерусском декоративном искусстве, а напротив вот тут приведены два восточных изображения такого типа во втором ряду слева. Они, мне кажется, тут я, конечно, не могу привести точных каких-то критериев, но мне кажется, они гораздо более ну как бы такие спокойные, я бы сказала, даже беловатые, и растительные элементы в них не такие пышные, но в общем вот эти два качества, вот эта тератологичность и пышный растительный орнамент, мне кажется, в восточной и византийской ареали разве-то меньше, разве-то меньше, мы позже вернемся к этой проблеме, но, разумеется, я это объясняю самым очевидным влиянием вот этого эллинистического наследия, которое как раз, от которого как раз свободны варварские регионы Европы, вот в данном случае древняя Русь. Да, и я, когда еще в молодые годы, впервые заинтересовалась этим типом изображения, и, разумеется, его нельзя было не полюбить, и как-то я со своими скандинавистическими наклонностями, мне все хотелось связать этот тип изображений с моим скандинавским звериным стилем, но я видела, что это, в общем, безнадежное стремление, потому что ничего, кроме вот этого общего свойства тератологичности, здесь невозможно проследить. И вот сегодня я надеюсь эту связь все-таки как-то может быть пунктирно, но наметить. И поэтому вот в начале в своем вступлении я говорила в таких самых общих категориях о связи скандинавского звериного стиля с искусством континентальной Европы и о связи такой, именно как оно влияло на эту, на искусство континентальной Европы. И это было сказано в таких общих выражениях, а вот я намереваюсь и надеюсь сейчас проследить эту связь более конкретно и более, так сказать, осетаемо. Ну, для начала нам придется для этого перенестись в Данию середины X века. Есть в Ютландии такое местечко Хеллинг, сейчас это совсем небольшая деревушка, а между тем, в X веке этому месту пришлось сыграть очень важную роль как в политической, так и как в политической истории Дании, так и в истории скандинавского искусства поздней эпохи викингов. был такой правитель Горм или как его называют Горм старый, потому что он стал родоначальником первой династии датских королей, который вот к середине X века, победив своих соперников за господство над Ютландией, перенес в этот Хеллинг свою резиденцию. И ну как всякий правитель в таком случае, он захотел очевидно придать этой резиденции такой более презентабельный характер. И поскольку это время было еще дохристианское и каменное строительство, тогда в Дании отсутствовало, не было развито, то в тех случаях, когда западные правители вот для решения этой задачи построят какой-нибудь собор, то горбам пришлось действовать традиционными для Скандинавии способом. И вот мы видим перед собой два больших еленских кургана. Ну ключевое слово тут большие, потому что они действительно очень крупные их высота что-то около семи метров, а в диаметре в районе тридцати метров. То есть это действительно очень заметные сооружения, они точно самые крупные в Дании и одни из самых крупных, но входящих может быть даже в пятерку самых крупных курганов во всей Скандинавии. То есть я веду к тому, что сооружение этих курганов было очень заметным событием в тогдашней истории. Тот, который левее и выше курган, это южный Хеленский курган, он оказался кинодавом, то есть там не было погребения, поэтому о времени его сооружения строятся разные догадки. А вот тот, который правее, это северный Хеленский курган, там оказалось погребение, которое хотя было разграблено в древности, оно дало все-таки очень интересный материал, но который этот материал я здесь разбирать не буду, но там были обнаружены остатки парного, то есть мужского и женского погребения в деревянной камере, то есть деревянной клете. Деревянная камера, скажу в скобках, это господствующий в то время способ погребения датской элиты. И поскольку это дерево, оно сохранилось хорошо и дало хороший материал для дендрохронологии, и таким образом этот курган получил точную дату 958 года. Между двумя курганами, как мы видим, находится церковь и церковное кладбище. Церковь это старое 11-12 века, а в основании ее находят остатки сооружений 10 века, то есть времени описываемых событий. Я говорю об этом потому, что очень часто в Скандинавии христианские постройки, церкви ставятся на месте более древних дохристианских культовых каких-то культовых мест. И в общем все сводится к тому, что Елинг это не просто два кургана, но это некий очень такой общий ансамбль, там еще нашли каменные кладки, в общем это такой монументальный ансамбль. и на этом кладбище, вот оно в другом виде, на этом кладбище как раз на оси между двумя курганами и посередине этой оси находятся две главных достопримечательности Елинга, это его рунические камни. Но прежде всего скажу пару слов о малом Елинском камне, вот он правее, он имеет традиционную форму, такую подпрямоугольную форму, и что для нас сегодня важно, надпись на нем руническая, расположенная вертикальными полосами. Это обычный традиционный для того времени способ расположения надписи. Содержание надписи тоже вполне трафаретно, там сказано, что Горм поставил этот памятник, этот камень в память о своей жене Тюре. Дальше, правда, добавлено очень многозначительное украшение Дании. И историки любят отмечать, что это первое отмеченное в письменных источниках упоминание Дании как страны. И вот это такое построение надписи, упоминальные надписи по какой-то персоне является абсолютно типичным для младших иронических надписей того времени. Они всегда обычно строились по этому трафарету. Такой-то поставил памятник, по такому-то иногда добавляется какие-то скудные сведения о том в памяти о ком поставлен этот камень. Но, конечно, эта надпись привлекает всеобщее внимание тем, что в нем упомянуты вот тот самый горм, очевидно, тот самый горм старый, правитель тогдашний Ютландии и его жена Тюра. И совершенно закономерно этот камень был ассоциирован, связан вот с этим северным Еленским курганом и с парным погребением в нем. И сделан закономерный вывод, что в северном Еленском кургане погребены как раз Тюра. Очевидно, для нее был воздвинут этот курган, следовательно, в 958 году она умерла и очевидно, вскоре после нее туда же был захоронен и ее муж, правитель горм. Теперь главная жемчужина Еленга, которой мы, собственно, будем в основном заниматься, о которой я буду рассказывать сегодня, это большой еленский камень, который стоит рядом. Это памятник в очень многих отношениях необыкновенный и уникальный. Но, во-первых, он действительно очень большой, как мы видим. Но по высоте есть иронические надписи, которые его превосходят, иронические камни, которые его превосходят. Но то, что касается общей массивности, я думаю, что это тоже довольно уникальный для Скандинавии память. Затем мы видим, даже уже на этом кадре, а потом, естественно, посмотрим все в большем приближении, этот камень имеет на себе орнамент, изображение. Вот камни с изображениями, как они называются по-шведски, бильдстеннер, в английском языке, по-моему, введен неудачный термин пикчу стеонзу. Традиция возведения таких орнаментированных камней с изображениями до сих пор существовала в Скандинавии только в одном месте, на острове Готланд, где с 5 по начало 9 века существовала действительно потрясающая традиция вот этих возведений, этих бильдстеннер с такими развернутыми повествовательными сценами, что, разумеется, дало очень обильный материал для желающих интерпретировать их, но это не является нашей сегодняшней темой. Да, так я хотела сказать, что по общепринятому представлению вот эта традиция готландских бильдстеннеров, она исчезла к 9 веку. Тут, правда, я встречала в литературе упоминание того, что некоторые из них были передатированы 9, даже чуть ли не 10 веком. Я этих оснований для этой новой датировки пока не видела. Честно говоря, как-то не очень заранее я настроена против нее, потому что она очень сильно ломает сложившееся представление, поэтому сейчас ислакаю традиционную точку зрения, что к 9 веку она исчезла. А в материковой Скандинавии возведение орнаментированных камней с руническими надписями до сих пор не были известны. Стало быть, еленский камень это первый. Первый, но он оказался основателем долгой и славной традиции, потому что с этих времен орнамент на рунических камнях превратился в одну из ведущих областей, ведущего направления скандинавского искусства. Возникает естественно закономерный вопрос, откуда вот это ремесло, мастерство монументальной резьбы по камням могло попасть вот сюда в Скандинавию и дать начало этому искусству вот здесь на Большом Хелинском камне. Мы к этому вопросу я вернусь чуть позднее. Пока же давайте посмотрим, как расположены на нем эти изображения. камень имеет, как мы видим, подпирамидальную форму и вот его развертка. Орнамент в нем нанесен на три его грани, которые обозначаются обычно А, С. И на грани А расположена основная часть надписи. На грани Б изображение большого крупного зверя. о котором, как догадывается слушатель, будет собственно, которому будет посвящено мое дальнейшее повествование, на грани же С помещено изображение Христа. Иногда я тоже считаю, что это скорее распятие, но некоторые трактуют это изображение иначе. Ну, как наоборот триумфальное изображение Христа. Но так или иначе, это одно из первых христианских изображений в Скандинавии. А теперь о надписи. Ее совершенно уникальная особенность состоит в том, но тут надпись не изображена, а изображены просто обозначены строки, в которые она помещалась. ее уникальная особенность в том, что она расположена совершенно нетрадиционным для тогдашних рунических камней способом, а именно горизонтальными строками. Как мы видели, на камне Горма в основном преобладает вертикальное расположение вертикальными строками. Тут же горизонтальные строки. Это отмечается всеми исследователями, и я чуть позже скажу, как обычно эта особенность интерпретируется. Пару слов надо сказать о содержании надписи. Я прошу прощения, я хожу кругами, потому что это очень важный контекст для основной темы моего повествования. Да, так вот несколько слов о содержании надписи. Здесь написано следующее. король Харальд повелел поставить этот камень в память о своем отце Горми и своей матери Тюре. До сих пор, как мы замечаем, надпись строится по обычному для младших рунических надписей трафарету. Такой-то поставил этот памятник в память Атакунда. Ну, конечно, тут опять же необыкновенно то, что тут упомянуты очень известные исторические личности, то есть окончательно мы убеждаемся, что Горми, Тюра это и есть те самые правители, а лицо, поставившее вот этот большой еленский камень, это, разумеется, король Харальд Синезубый, их сын и, соответственно, король Дании. О чем говорится и дальше в этой надписи? Это тот Харальд, который починил себе всю Данию, затем на грани Б и всю Норвегию и на грани С, но тут я почему-то перешла на древнескантинавский язык, и тут написано и обратил Данов в христианство. Это продолжение абсолютное изрядов он выпадающего из всех всякой типологии, потому что вот это восхваление, самое восхваление лица поставившего руническую надпись совершенно в таком, я бы сказала, древневосточном духе совершенно нетипично для вот тогдашних надписей, настолько это необыкновенно, что была гипотеза Суны Линквиста, знаменитого шведского археолога, о том, что вот это продолжение было добавлено позднее, но там немножко расположение по строкам, а также как мы видим большая часть его расположена на других гранях и что это продолжение добавлено наследниками, преемниками Харлита Синезубова, следовательно, вот, Свеном Белоборотом и естественно это заставляет совершенно по-другому посмотреть на надписи ее соотношение с орнаментом, но в 1970-х годах Эрик Мольтке, такой ведущий специалист по руническим надписям датский, опроверг эту гипотезу, утверждая, что вся надпись сделана одной рукой и в одно время, ну и поскольку его авторитет как полиографа рунических надписей в общем не пререгаем, то его мнение именно сейчас возобладало, хотя мне до сих пор нравится эта гипотеза Сунна Лингвиста, она мне кажется очень оригинальной, но тем не менее мы будем подчиняться господствующему мнению, то есть не оригинальной, а много объясняющей, но мы подчинимся господствующему мнению и будем считать, что вся надпись именно создана Харальдом и это показывает ну как бы уровень амбиций этого лица, что это вот воздвижение этого камня, это очень такой демонстративный и связанный с политическими декларациями монумент, но опять же вот как бы я все время привожу пример как вот при возведении собора там тоже считается, что правитель как-то этим выражал свои политические намерения тут же эти намерения в общем высказаны довольно недвусмысленно, если это сделано самим Харальдом. теперь главный вопрос, которому мне придется уделить некоторое время, главный вопрос, откуда собственно в Еленке появилась эта красота, потому что я, описывая этот камень, много раз употребляла слово уникальный, впервые, ну и как-то так исследователи привыкли, что если что-то впервые возникает, то очевидно оно откуда-то заимствовано, и в литературе существует многолетняя дискуссия, на эту тему выдвигаются разные теории, которые я постараюсь очень кратко изложить, поскольку это опять же для нас важно сегодня, для моего рассказа, теории источника этих заимствований. теории я, скажем, угруппирую по нескольким партиям, и самое влиятельное из них это то, что я называю германская партия, которая связывает возникновение этого камня с Атонновской Германией, тогдашней. Ну, она опирается вполне логично на исторические обстоятельства упомянутые опять же вот в надписи этого камня, а именно то, что воздвижение этого камня связано с принятием христианства самим Харальдом и, соответственно, его народом, датчанами. Эта ситуация нам, например, хорошо известна по древнерусской аналогичной ситуации, когда, как написано у Алексея Константиновича Толстого, пришли попы с крестами, крестятся и кадят, ну и, кроме того, разумеется, привозят с собой памятные книги, церковную утварь, памятники искусства и внедряют в новообращенную страну вид искусства, который из метрополии, нового христианского искусства. Именно так к большому еленскому камню относятся представители этой германской партии, причем настолько радикально они к этому относятся, что, например, только что упомянутый мною Эрик Мольтке назвал «Еленский камень», выдающимся или ярким произведением атонновского искусства. Это, конечно, удивительное высказывание, при том, что, в качестве спойлера расскажу, в атонновской Германии, ну, разумеется, ничего подобного не находится, потому что вот та ситуация, когда вот этот и иконографической программы, и стиль этого памятника, как считают представители этой партии, ну, как бы буквально продиктован миссионерами германскими, ну, в этой ситуации мы должны ожидать, что в метрополии искусство такого рода, ну, по меньшей мере, как-то широко распространено, как мы видим, например, в аналогичной ситуации, в которой я провела только что, эту аналогию было на Руси, действительно, пришли вот попы с крестами и как бы внедрили на Руси тот вид искусства, который вот господствует в метрополии, а здесь, повторяю, как мы увидимся чуть позже, ничего подобного в метрополии не наблюдается, но в качестве такого анекдотического примера приведу ну, одна из последних мной прочитанных работ на эту тему, поэтому очень ярко как бы запечатлелась и эмоционально мной восприняты, это статья Риты Вуд, она считает, что весь как бы основная мысль, которая заложена в Большом Еленском камне, это мысль о троичности, тринитарная догмат христианский, с этим она связывает и трехгранность Большого Еленского камня, и вот тут многое присутствует в плетении тройные узлы, так называемые трикетры, она тоже это связывает с этой идеей, а вот два основных изображения на грани Б и С она трактует так, ну на грани С разумеется изображен Христос, она считает как раз в роли триумфатора, возносящийся Христос, а на грани Б, прошу слушателей не падать в обморок, в обморок изображен вот этот зверь, о котором мы будем сегодня много говорить, изображает Бога Отца, а вот это плетение, которое его опутывает, в которое мы тоже много будем говорить, которое имеет вид змеи, короче, вот змея изображает Святого Духа, и таким образом она считает, вот она интерпретирует эту сцену, повторяю, это такой, конечно, экзотический вариант, но вот до чего доходит иногда желание привести какую-то оригинальную интерпретацию. Но между тем Рита Вуд обратила внимание, то есть это обращалось внимание на это и до того, но она как-то это убедительно продемонстрировала то, что вот два изображения на гранях В и С, безусловно, она это называет и типтихами, вообще сравнивает с иконами диптихами, то есть по-нашему говоря, складнями, но это, конечно, сравнение, мне кажется, трудно принять во внимание, но то, на что она обратила внимание, на такую как бы единость, что оба этих изображениях составляют единую композицию, что особенно хорошо заметно в симметрично построенном орнаменте, их обрамляющем. и это наблюдение, за которое я ей благодарна. Да, какие аргументы, кроме вот этих общих исторических соображений, приводят в пользу своей теории представители германской партии? Ну, во-первых, вот расположение надписи горизонтальными строками. Это черта, которая, вот как я говорила, уникальна, и которая объясняется тем, что на орнамент и построение надписей Хеленского камня повлияли рукописи, рукописные памятники и, следовательно, рукописный орнамент. И вообще о том, что именно рукописная атонновское искусство в основном отразилось на Еленском камне, это мнение преобладает. Ну, что касается расположения надписи, это как бы предположение, которое можно признать логичным, имеющим вполне как бы обоснованным. Я, правда, ниже приведу другой способ объяснения этого типа расположения надписи. А что касается орнамента и соотношения надписей и орнамента, то тут опять упирается все в то, что в Атоновской Германии, насколько мне удалось посмотреть Атоновские рукописи, вот такого расположения, когда орнамент, причем орнамент очень специфичный, он характерен для такого распространенного в то времени стиля мамин, орнамент, построенный таким, плетенка, построенная такими широкими, асимметричными петлями, но, в общем-то, он не вполне характерен для тогдашней рукописной орнаментики, вот максимум как бы сближения, которые я могла найти, это вот Евангелие Герона, но мне так показалось, что вот эти ниспадающие ветви, ну, где-то отдаленно, конечно, напоминают вот эти ниспадающие цветки, между тем, я вот чуть позже приведу другую и гораздо более убедительную, в общем, мне кажется, несомненную, на которую, по-моему, никто больше не обращал внимания, мне, по крайней мере, неизвестно, параллели вот этому цветку на Большом Хелленском камне. Ну, в общем, и в этой области вот как бы вот эта германская теория, которая выглядит очень логичной, она упирается в довольно комфузное для сторонников этой теории обстоятельство, а именно то, что нет аналогий точных, тем более точных аналогий этому орнаменту в стране метрополии. Ну, вот я приведу, вот какие аналогии приводят сами сторонники этой теории, это один из самых ярких ее сторонников Эген Ваммерс, ну, вот он сравнивает, например, плетение Еленского камня с плетением вот этой рукописи, и на мой взгляд абсолютно неубедительно, потому что вид плетения совершенно другой, и АВМерс на как бы разрешает это противоречие, вот то, что в германской рукописи плетение такое суховатое, симметричное, регулярное, а на Еленском камне, как я говорила, совершенно другого типа, он говорит, ну, так понятно, это же варвары, вот они не смогли как бы правильно воспроизвести заимствованный элемент. Это утверждение выглядит просто смешно, потому что уж кто в тогдашней Европе был мастером построения плетенки, это, безусловно, скандинавы, которые занимались этим на протяжении нескольких веков, и вполне были способны построить любую плетенку, и если плетенка у них асимметрична, можно быть уверенным, то, что она именно таковой им задумана. Ну, вот еще другая такая параллель, приведенная Ваммерсом, но между тем на ней заметен элемент, такая деталь, которая вот как раз несомненно указывает на связь все-таки рукописного германского орнамента с большим еленским камнем. Имеется в виду вот эти маленькие отросточки на плетеной линии. Это очень характерная черта для рукописного орнамента, плетеного орнамента Сент-Галинской и Райхенаусской школы. Здесь она пока еще довольно скромно применяется, а в более поздних рукописях это станет очень заметным признаком стиля этих школ. И вот мы видим, что на Еленском камне немного, но есть вот такие отросточки, которые мы видим выглядят совершенно так же, как вот в этих рукописях. И тут надо согласиться, что да, следы влияния прослеживаются, оттоновского рукописного орнамента, но не более того, потому что это далеко от той картины, которую рисуют представители этой германской школы. Ну, вскользь посмотрим на это, конечно, замечательное изображение, как я сказала, первое христианское, ну, одно из первых христианских изображений в Скандинавии, но которое, естественно, является несомненно заимствованным. Правда, стиль его имеет скорее северный характер, но я на этом не буду дальше останавливаться, но это, в общем, можно доказать. Ну и, наконец, я как-то все приближаюсь к центральной теме своего рассказа. Главный герой доклада это вот это великолепное изображение, которое, которое, вот, собственно, именно к нему применяется термин «большой зверь», который вынесен мною в заголовок, и потом этот термин применяется к другим подобным изображениям более позднего времени. Это изображение крупного животного, которое многие называют львом, и, в общем, на то, что это лев, указывают вот такие завитки на шее, которые, очевидно, изображают кригу. Но вообще его иногда называют грифоном, а некоторые даже считают оленем. Ну, как я, конечно, версии об олене, мне кажется, к делу не относящиеся, но вообще я еще раз говорю, что зоологические определения я считаю несущественными и даже, в общем, недостойными, чтобы на них останавливаться. Этот зверь, как мы видим, великолепно вообще построен очень хорошо и вписан в это непростое изобразительное поле, он оплетен лентой, опять же, вот такими крупными асимметричными петлями, и эта лента имеет вид змеи, поскольку к ней с одного конца приделана такая стилизованная змеиная головка, отчего обычно эту композицию называют борьба льва со змеей. Естественно, дальше следует целая череда различных интерпретаций этого сюжета борьбы льва со змеей. Я же скажу, что я считаю, что змея тут, изображение змеи тут вторично, что это как бы некоторая вторичная обоснование прежде всего плетеной ленты. Я дальше покажу, почему я это считаю, но, конечно, не исключена и вторичная семантизация этого изображения, хотя в основе именно лежит композиционный принцип крупного животного плетеного ленты. Хотя повторяю, сюжет тут возможно имеет то же значение. Ну и главная заметная черта этого изображения это обильное использование растительных элементов вот как раз на хвосте процветший хвост, а также на хохолке и ну то, что называется языком. Эти элементы пышно оформлены как пышные растительные элементы. Я потом подробно остановлюсь на этом лимите, но и тут скажу, что это безусловно новое явление, которое вот нигде раньше не встречалось в произведениях свериного стиля в Скандинавии. а на весне вообще большинство авторов пишут об этом изображении как о том, что абсолютно новое не имело никаких прецедентов в скандинавском искусстве. И это мнение, конечно, удивительно тем, что оно неверно, потому что вообще предшественники у этого изображения в скандинавском искусстве были, и я их покажу чуть позже. А вот в отношении растительного орнамента это, конечно, безусловно новое. Теперь как представители германской партии объясняют его тут появление. И тут опять вот случается обозначенный мной конфуз тем, что нет ничего похожего в Германии и приходится даже встречать мнение, что образ хищного крупного хищника вообще не популярен в Германии, но это не совсем так, он, конечно, там был. Вот я, например, привожу подобные изображения из Евангелярия Атона Третьего, ну, и вот этот пример этого санского ларца я привожу потому, что один из авторов тоже его привел как аналогию того же сюжета борьбы крупного змея со змеей, но только в этом отношении. Но опять-таки аналогии таких более точных не находится. тот же Эгген Ваммерс впрочем привел более интересный пример вот с этого ларца покрытого резной золотой фольгой и среди изображений этого резного орнамента есть изображение хищников но нижние как бы нижние два не имеют к делу отношения а вот верхние действительно чем-то отдаленно напоминает большого сферя с хищенского камня особенно вот этот тот который правее вот если мы их сопоставим то поза оплетенной лентой и особенно вот это подобие хохолка который вот на этом трирском у трирского зверя тоже имеется вам рассчитают что эти твои изображения имеют общий прототип ну не знаю тут вообще если эту связь тут усматривать я бы предложила другие объяснения на которых не буду сейчас подробно останавливаться но так или иначе это как бы самая точная самая точная параллель большому елецкому камню в Германии что ну прямо скажем не густо и по-моему явно недостаточно для того чтобы вот это влияние объяснить как ведущие хотя следы влияния как мы видели все-таки есть вот вамрс опять же считает что есть сходство в стилизации головы зверя и так как стилизуется головы зверей на ватоновских рукописи и тут должна сказать что с этим аргументом можно согласиться тут есть определенное сходство более того я предупредил вот другие подобные примеры вот это остроконечная морда это тоже выходящие изо рта растительные завитки это это мне кажется параллель достаточно точная и эту связь мы должны признать другое дело что это тут картина более сложная потому что этот вид стилизации повлиял не только на елинский камень но и на другие скотиновские памятники той эпохи но на елинском камне ну вот еще подобные примеры возможно на елинский камень вот этот тип изображения но как-то сказалось его влияние более непосредственно эту как бы эту деталь мы тоже признаем и таким образом признаем что что ну какие-то следы германского влияния несомненно существуют именно рукописного орнамента но повторяю не более того теперь существует другая партия кроме германских то есть я сейчас изложила все аргументы в пользу германского происхождения этого памятника и как мы видим все таки аргументов этого явно недостаточно для хотя следы влияния прослеживаются другая партия которую я назову английской которая объясняет возникновение этого орнамента и особенно большого сфера влиянием англо-саксонской орнаментики но прежде всего я чуть раньше поставила вопрос о том откуда в Скандинавии мог проникнуть сама традиция монументальной резьбы по камню несомненно вот это тот случай когда она несомненно должна была быть заимствована и ответ на этот вопрос мне кажется самый естественный и верный состоит в том что в северной Англии традиция монументальной резьбы по камню существовала по меньшей мере седьмого века а если брать еще Шотландию и Ирландию то и раньше и таким образом эта традиция ну очень укорененная в этой в этой стране и кроме того ну хорошо известна контакты скандинавов и именно особенно датчан как раз северной Англией с которой они воевали и более того они ее завоевали в то время образовав там область датского права Денлу и таким образом вполне естественно предположить что искусство резьбы по камням проникло как раз оттуда это мне кажется вполне можно признать несомненно кроме того вот это расположение горизонтальными строками надписи о котором большинство то есть практически все кого я читала говорят что это следы влияния именно германского рукописного германских рукописей но возможно и другое объяснение потому что опять-таки в североанглийской резьбе по камню такое расположение хорошо известно как видно вот например на этих двух крестах и таким образом было известно и скандинавам которые заимствовали вообще искусство резьбы из этой области и вот если на кресте под номером два из Хакнеса там латинская надпись то вот под номером один Бьюкасселский крест там ироническая надпись то есть так же как и на Большом Хеленском Камре другое дело что и здесь расположение надписи строками естественно воспроизводит латинскую традицию так что так или иначе это расположение горизонтальными строками оно собственно относится к латинской традиции след ее влиянию теперь я упоминала об этом завитке очень характерном на Хеленском Камне и вот повторяю я не встретила нигде в литературе кто бы обратил на эту параллель но дело в том что совершенно подобный завиток является такой постоянно повторяющейся деталью на очень своеобразной и интересной англо-скандинавской школе каменной резьбы это резьба крестов острова Мэн вот там мы видим я прошу прощения за не очень хорошие иллюстрации но там мы видим что вот эти не спадающие цветки совершенно такого же типа что на Хеленском Камне встречаются постоянно и если эта аналогия верна мне кажется она не может быть неверна это вообще ставит очень интересную проблему связи Хеленского камня именно резьбы Хеленского камня именно с резьбой острова Мэн потому что вот я сейчас не припомню хотя это надо проверить насколько известен этот этот элемент встречается в основной Англии но вот на острове Мэн он действительно ну вот такой характерный характерный его черта ну и затем я должна коротко сказать я прошу прощения мне нужно около получаса еще для рассказа коротко сказать о Екатерина Вольфовна вы уже говорите полтора часа у нас тогда народ уже разбегается мы ничего не сможем обсудить надо этот материал разбить на два доклада видимо полчаса все-таки это уже давайте там минут пять десять и попробуем обсудить а то что не может вы нам расставите в следующий раз к основной теме я вот все подбираюсь должна сказать хотя мне кажется важный контекст хорошо давайте ее тогда ставим на следующий раз давайте хорошо давайте десять минут и остальное я просто закончу тогда это будет продолжение просто в следующий раз хорошо да так вот представители английской партии они в основном опираются на теорию предложенной Йоханнесом Брюнстедом датским археологом которая была сформулирована ровно сто лет назад в двадцатых годах двадцатого века он объясняет прежде всего большого зверя влиянием так называемого англского зверя так он охарактеризовал этот тип изображения который который он тоже подобно мне как бы явно затруднялся как описать вот этот тип изображения ну вот из его описания можно понять что это крупное четвероногое животное изображенное в таких сильных сильном движении немного неестественных позах то есть опять вспоминаем прекрасную формулировку маршака сюжетно немотивированные движения и появление этого типа животного он объясняет следующим образом в седьмом веке в северной Англии получила распространение композиция которая в литературе англоязычной называется inhabited scroll а мы ее называем разумеется растительные лоза вписанными в завитки фигурами животных но это очень хорошо известный и распространенный мотив средиземноморской орнамидики вот в седьмом веке получивший большую популярность именно в североанглийской резьбе и в дальнейшем Брюйнстед прослеживает ее эволюцию как постепенно во-первых вот эта спокойная растительная тематика уходит то есть это завитки теряют свою растительную природу а во-вторых вот эти звери приобретают все больше вот эти немотивированные позы сюжет немотивированный и все больше тератологичность то есть тут явно влияние опять же звериного стиля который также напоминаю имел распространение на Британских островах прослеживается и вот в правой части этого слайда он видит то к чему пришли пришли пришла эта эволюция а именно растительная лоза превратилась просто в плетение ленточная хотя тут между прочим есть даже виноградная гроздь тут это не совсем так а звери приобретают все более такой тератологический характер но вот самый конец эволюции вот появление этого англосского зверя это композиция подобного типа но Брюнстед мне кажется убедительно объясняет такой способ расположения животных по вертикали вот как раз то что некогда они были вписаны вот в эту вертикальную лозу но здесь от лозы как мы видим не осталось и следа есть ленточное плетение которое опутывает этих животных а они принимают вот эти как раз сюжетно немотивированные позы и вот этот англосский звери особенно орнамент вот этого креста особенно вот в левой части слайда на этой грани креста он он считает тем источником источником вот откуда появилось это изображение в скаминетнале если мы сравним если мы сравним вот приводимые им аналогии с еленским большим зверем то определенное сходство мы находим но прежде всего в стиле самой резьбы что естественно если мы предположим что именно из этой области и само искусство резьбы было заимствовано то есть резьба в плоском очень высоком рельефе изображения обведены двойным контуром но действительно есть сходство и кроме того он обращает внимание на вот эту такую несколько угловатую выпеченную грудь которая у этих двух изображений прослеживается как сходство ну можно тут эта деталь мне кажется возникла это сходство возникло скорее случайно но с другой стороны вот связь с североанглийской каменной резьбой я думаю эту гипотезу следует принять что касается самой композиции большого зверя оплетенного лентой то сходство имеется но оно имеет мне кажется совсем несколько более сложное обоснование и вот этот фрагмент кристалли днисфарна этот рисунок я здесь привела для того чтобы показать что вот это орнамент рамки изображения в виде двойной плетенки тоже весьма распространен в североанглийской резьбе хотя чуть позже а видимо уже в следующий раз я приведу еще другую возможное объяснение появления тут этого орнамента ну я изложила вот как бы как раз аргументы в основном объясняющие появление еленского зверя дальше мне нужно собственный взгляд на эту проблему изложить но пожалуй если Ольга Евгеньевна позволит действительно давайте серия 2 второй эпизод потому что я действительно чувствую что я перебрала времени не рассчитала извините так что спасибо большое я закончу одной фразой что мной сегодня рассказано следует я прошу извинить слушателей следует рассматривать скорее как простите прелюди потому что собственно моя гипотеза об этом сфере и о той проблеме которую я заявила в аннотации и в заголовке я планирую рассказывать после того как объясню вот весь этот необходимый контекст но мне это придется действительно продолжить в следующий раз если мне позволят спасибо спасибо за спасибо не прямо в следующий а потом мы договоримся когда спасибо большое друзья включайте микрофоны какие у нас есть вопросы да отчасти так сказать прерванное движение но все-таки мы много всего услышали я остановлю твое презентацию да вот нет а вдруг будут вопросы еще я ее снова запишу начало включилось слава богу давайте вы наверное самый компетентный слушатель может быть да я все время с таким здравствуйте 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 с таким трепетом обращаюсь к этой теме спасибо большое Екатерина Вольфовна с радостью послушаю продолжение вашего выступления очень интересно интригующе хотя я помню что эту тему вы как-то уже затрагивали в какой-то ретроспективе у меня может быть но это не вопрос это скорее размышления на тему во-первых я бы хотела выразить солидарность в мнении что германский звериный стиль безусловно влиял на средневековое искусство это мне кажется очень хорошо чувствуется в романском искусстве Франции той же самой ну можно там самые хрестоматийные вещи вспомнить там типа ОТЭНА по поводу германской партии и английской партии вот если я ничего не прослушала когда вы нам рассказывали про связь с Атонами и насколько я помню эта точка зрения она является ну такой хрестоматийный вот вы много внимания уделили растительному орнаменту и вот этим мелким деталям но вот все-таки очень хотелось бы услышать может быть о происхождении образа самого большого зверя вот если какой-то генезис форм этого большого зверя выходящий из Атоновской миниатюры ну потому что она действительно действительно важна вот ну и да вот это английское влияние тоже интересно не может ли так случиться что это комплексное что-то что нету какой-то линии которая является доминирующей мы действительно попадаем в такой котел художественных контактов что ли вот а так все я вот конспектировала не вопросы это просто суждение размышления на тему я конечно буду ждать продолжения спасибо спасибо большое за вопрос во первую часть я могу говорить да Ольга Евгеньевна да конечно во первых Надежда Николаевна тут конечно в вопросе влияния германского звериного стиля на европейскую романику мы с вами полные союзники мы с вами обсуждали эту тему и как это влияет на скажем французскую романику тут я не готова это я тоже подобно вам чувствую что тут что-то такое есть я пока это рассматриваю в качестве вот именно субстрата я недаром уже говорила что это все в Европе было-было потом как бы немножко ушло вот вниз но до конца это не было как бы я уверена забыто и это то что мне хотелось бы как-то подрасследовать не знаю кто-нибудь касался этой темы или нет мне это неизвестно это безусловно вот я с вами тут полностью следа теперь насчет большого зверя и его прототипов в Атоновской рукописном французской но ответ на ваш вопрос что нет краткий ответ вопрос что нет я как раз об этом говорила что вот все рассуждения но понимаете я сама небольшой знаток Атоновского искусства я ссылаюсь на те аналогии которые представители Атоновской партии приводят я думаю что они уж там прочесали и ну вот я кое-что сама так привела как бы в обоснование их точки зрения но вот никакой как раз аналогии большому зверю вот в таком точном понимании этого слова но там есть крупные не более того вот то что только вам распривел вот с этого Трежевского реликвария и все ваше предположение о том что генезис этого большого зверя на еле с руками имеет очень сложный и он как бы очень гетерогенный абсолютно верно я к этому как раз веду и вот просто не рассчитав время я собственно к этому должна была подвести кроме того я как бы уже кажется это называется тизер своей будущего продолжения этого выступления я как раз моя главная находка как мне кажется с которой я собиралась собственно выступить сегодня надеюсь выступить в следующий раз в том что есть близкие аналоги которые я считаю очень близкими но в другой части Европы я вот так вот пока интригующе скажу да но вообще то что генезис сложный и тут действительно есть и атоновские следы ну вот я назвала я собственно их назвала и североанглийские следы а также с острова Мэн Надежда Николаевна как вы к этому отнесетесь вот к этому завиточку это вполне интересно нет но это просто интересно по моему об этом никто не писал вот это как раз собственно я к этому и веду но опять же в качестве как бы заявки о чем я буду говорить в следующий раз на чем остановилась собственно моя-то точка зрения что главный источник большого сферы Хельцкого это как раз скандинавское искусство у него явно есть прототипы и в скандинавском искусстве тоже и то что в основном все авторы пишут что он не имеет прецедентов в скандинавском искусстве я вот для меня какая-то такая необъяснимая слепота которая бывает иногда у исследователей которые всем известные памятники просто не подключают к этой не кладут на эту полочку вот это только так я могу объяснить но и об этом я буду говорить в следующий раз хорошо так что спасибо все ваши предположения верны да спасибо а так же будет еще дорогие друзья у кого еще какие-то вопросы давайте все-таки какие-то вопросы с ними у кого возникли да у нас две гости сегодня новые да а так же есть Назя будем рады услышать ваши вопросы спасибо но я не дерзаю потому что я совсем в другой области для меня все это абсолютно новое я понимаю что востоковед но все-таки да и совсем никак не занимаюсь ничем похожим у меня у меня тексты и тоже у нас дело добровольное так да Ксения Надя что-нибудь хотите спросить молчат я пока нет вопросов Ксения тоже нет тогда давайте вопросы тогда я спрошу значит у меня там какие-то частные вопросы возникали вот очень интересная картинка была из Псалтири Корби который Благовещение и там значит вот пришла речь о том что удваивается фигура Марии очень интересно это так общепринятая интерпретация этой маниатюры что именно Марии там не могло быть двух да не обязательно сейчас показывать я думаю все помнят там не могло быть двух персонажей каких-то да это вот архангел обнимает удвоенное изображение Марии Ольга Евгеньевна ну я сплазит только на точку зрения Пехта я думаю что ему можно доверять здесь да ну это это часть магнифика нет я у меня нет да вот я сама я сама поразилась этому но вот я как бы объяснила то есть Пехт ты объяснил с другой стороны они не то чтобы совсем тождественные эти женские персонажи да и личики у них немножко разные так так ли это да очень интересно нет у меня для меня это новая вещь поэтому я не берусь опровергать да но вместе с тем и буковки они разные держат и и не совсем они тождественные не может такого быть что тут что-то еще имелось ввиду да ну риторический вопрос я вполне я говорю за что купила за то продаю но мне кажется что они в основном все-таки тождественные то есть они различаются в деталях но это такая часто встречающаяся вариация как бы вот таких изображений но не совсем хорошо то есть ну пока так потом я не все поняла может быть я что-то не расслышала шла речь о том что Русь свободна свободна от тартологии я не поняла от чего она была нет я просто вы меня неправильно поняли или я в спешке неправильно выразилась совсем наоборот как бы моя идея которую я опять же предполагаю Русь вальдалише то что Русь свободна от более свободна ну как варварская страна от эллинистических влияния которые влияют на трактовку этого большого хищника в какой период она свободна это хорошо в данном случае шла от 12 веке в 12 веке Русь свободна от византийского влияния византийского я сказала эллинистического эллинистического ну потому что эллинистического откуда могло взяться на Руси да ну понятно что из Византии вроде того а не откуда то еще о том что Русь в этом смысле варварская страна более вот свободна от этих влияния но мне кажется это незаминная вещь и так как чем чем кто свободна чем Византия и Восток нет ну византии понятно что византии организации больше чем на Руси но не так чтобы она уж прям совсем свободна была понятно спасибо я получила ответ я поясню тогда ну как бы византии и Востоке но это очень проявляется в том материале который я еще планирую показать там вот эти эллинистические влияния ну естественно очень такие далеко ретроспективные они тем не менее очень ощущается это собственно признает очень многие и вот на мой взгляд мешает вот этой тератологичности поскольку она несколько противоречит вот этой свободной спокойной такой натуралистической подачи в таком эллинизирующем искусстве понятно что в византийском и в восточном речи делают о художественном металле именно декоративном искусстве очень дает себя знать я еще покажу это в следующий раз понятно спасибо нет сейчас вот вопросы просто мы снимаем так да ну наверное вопрос наверное у меня все а кто еще чего хочет спросить сказать давайте раз нет вопросов то какие еще реплики кроме Надежды Николаевны да или просто Наде которая уже высказалась есть какие-то реплики желательные да я хотела еще Ольга Евгеньевна спросить давайте а все-таки Иисус это все-таки возношение или распятие вознесение или распятие как вам кажется или как с кем кажется ну это немножко не моя тема и я как-то не то чтобы могу тут иметь мнение но мне кажется более вероятным что распятие ну как бы более естественно вот эти раскинутые руки по-другому то есть там не изображен крест как бы загвоздка в том что там не изображен крест и поэтому вот есть такие трактовки но мне кажется более вероятным я его воспринимаю как распятие просто мне почему-то всегда вот вспоминается в этом контексте в этом памятнике вы знаете такой популярный текст молодой лев Иуда не отойдет скипетр от Иуды и лев, и вот как бы здесь вот если Иисус все-таки торжествующая часть торжествующая поза и лев, и такой памятник который нацелен династически, мне как-то это собирается все в какую-то общую картинку Вы рассуждаете как многие другие которые об этом пишут, которые как раз считают, сейчас я что это складывается в общую картину, и вот как раз лев от Иуды именно приводит эту цитату ну я говорю я ну это не исключено, но тут просто лев от Иуды ну это как-то сложновато я все-таки к тому, что этот камень поставлен довольно диким северным правителем хотя он в это время в очень плотных контактах с Европой об этом мы еще я имею ввиду с континентальной Европой и это все для него как-то сложновато а то, что рядом стоял миссионер и ему рассказывал про льва от Иуды и велел это изображать вот это объяснение мне кажется маловероятным то есть это как бы вот исторический контекст этого памятника по-моему не очень вписывается а вот что касается зверя поскольку я считаю я не успела сегодня сказать что несмотря на разнообразное влияние он имеет в основном как раз таки туземное происхождение то это тоже как бы он не заимствован понимаете если бы он был заимствован вот действительно из континентальной традиции это бы объяснение было бы более вероятным чем оно мне сейчас кажется сейчас да просто интересно иметь представление его символики какой-то семантики вот в данном памятнике что он должен был бы демонстрировать да и вот огромная литература которая пытается его истолковать таким образом я же пытаюсь именно столковать это изображение прежде всего со стилистической ну и также его генезис с точки зрения стиля я занимаюсь стилем я как раз всегда очень дистанцируюсь от семантических толкований которые здесь конечно неизбежны они тут должны быть и то которое бы привели тоже часто приводится спасибо спасибо ручки у него да вполне на распятие тянут между тем я его воспринимаю как распятие все же а то что крест изобразили ну так они вот тут плетенки много дали это плетенка интерпретируется как виноградные лоза поэтому тина торжествующая но я не думаю что это виноградные лоза а традиционная маминская скандинавская плетенка вот так я считаю скорее на распятие да спасибо и лоза ведь никогда не обвивал руки нигде по-моему конечно конечно то как он обвит это целиком скандинавская традиция тут это вообще не имеет аналогии в ну как бы экстра в других это целиком скандинавская традиция это просто скандинавский орнамент вот нет ну это конечно если это лоза то это не просто скандинавский символика то общая христианская тут скорее именно ну лоза как нечто животворящее да и распятие распятие как животворящее жертва да я не считаю что это лоза в общем я считаю что это просто распятие то есть я не вижу никаких признаков которые бы вот в эту сторону нас склоняли просто обычно скандинавская плетенка я так же можно сказать чья плетенка то да спасибо так еще кто сейчас нет я понимаю сейчас поговорим еще Ксения что-нибудь желаете спросить сказать запершись за выключенным микрофоном я даже не отвечаю ну ладно нет нет я тут ну сказать мне собственно особо нечего потому что я тоже очень далека от этой темы ну вот единственное что тоже согласно с вами относительно распятия и мне кажется что вот то что у спасителя мы видим обнаженные ноги как раз тоже наводит на мысль что это распятие и можно предположить вот что это у него только какая-то набедренная повязка простите пожалуйста и ножки сведенные вместе которые могли быть вместе приглуждены как бы да 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 вот да ножки спасибо я тут вмешаюсь вот видно что византинисты тут участвуют которые сразу вот видят значит вот особенности позы но поза просто очень примитивная это примитивное изображение тоже во что он одет посмотрим да он одет в рубашку это и в общем-то ну я в следующий раз если будет интересно могу привести аналогии вот таких изображений не очень даже христианских и более поздних но по-моему очень похожих так я сейчас не туда зашла и сейчас я нет так отчего рубашка это коловий это древняя иконография распятия да да совершенно верно период иконоборчества просто сплошь рядом да и раньше его еще набедренная повязка то она позже появляется да поэтому это нормально когда такая длинная рубашка до колен да тут в этом тоже нет ничего специфически скандинавского то есть ну она аргументирована особенным образом там и так далее здесь какие-то детали но самый факт такого рода облачения христа на распятии это абсолютно нормальная ранняя широко распространенная традиция и на востоке и на западе совершенно верно так в данном случае именно показывает но как она изображена но я просто раз уж зашла об этом речь в следующий раз покажу аналогии вот стиль ее изображения абсолютно скандинавский то что рубашка как бы входит ну понятно а стиль абсолютно скандинавский и в этом смысле это изображение тоже интересно спасибо так еще кто ничего не желает поведу Надя вы там ничего дополнить не хотите вы уже все высказали да все спасибо у меня больше нет вопросов тоже нет ну тогда я себе позволю пару слов сказать я конечно тоже ну далека от скандинавии специально никогда ничем таким не занималась но вместе с тем ну связи эти многосторонние многочисленные связи скандинавского искусства скандинавского орнамента с древней Русью там ну центральной и западной Европы и так далее и так далее да они все-таки ну прослеживаются очень многими исследователями да и не случайно да сама Екатерина Вольфовна там скажем к Маршаку все время обращается вот уж человек который действительно все средневековье от далекого востока до до столь же далекой западной Европы включая британские острова из севера на юг и так далее да но все-таки очень много людей которые этим всем занимаются именно как раз орнаментами плетенками звериными мотивами тератологии и так далее поэтому ну конечно никакой так сказать изолированности этого региона от всех остальных разумеется ждать не приходится и уж с Русью то ну просто очень много разных переплетений как раз в домонгольской Руси где с одной стороны эти все византийские эллинистические в том числе мотивы переплетались самым причудливым образом с северными тератологическими ну прежде всего там Новгород естественно о котором мы тут уже сто раз творили где просто вот через речку была эта самая скандинавская колония да собственно Новгород и был основан варягами и так далее поэтому неизбежно естественно никакой так сказать ну неслыханной экзотики понятно что быть просто не могло и очень много переплеталось я думаю что вот такое длинное вступление такая преамбула просветительская она может быть здесь даже была чрезмерной поскольку но все-таки собираются медиевисты которые естественно об этом какие-то ну кто из нас там в разной мере имеет представление о скандинавии но так или иначе конечно ничего такого супер удивительного в самих этих явлениях нет теперь что я хотела сказать да вот собственно ну уже я задавала вопрос про то от чего Русь свободна и продолжаю но естественно что в искусстве недавно христианизированной Руси как действительно страны да такой запоздал и с точки зрения христианизации как и скандинавии разумеется эллинистических каких-то элементов было несравненно меньше чем в Византии и на Востоке это разумеется аксиома но тем не менее сказать что Русь совсем была от этого свободна тоже совершенно несправедливая вместе с немногочисленными но тем не менее античными сюжетами проникали и какие-то формы эллинистические да которые там в разных видах искусства присутствуют в каменной резьбе в средней Руси и в песных каких-то инициалах многочисленных и так далее значит насчет еще деталь насчет населенной лозы это вполне тоже общепринятый термин и вовсе не только для английской сферы но и повсеместно и византийская опять же и древнерусская это такой общий термин населенная или иногда пишут хуже по-русски заселенная лоза когда вьющаяся лоза в завитках которой там да всякие разные существа маски там корзинки еще кто-нибудь да поэтому это вовсе не есть какое-то отдельное английское явление ну и вот про диптих тоже вы говорили что вот это ваша зверюшка непонятно какая большой зверь и этот христос который не то скорее распятие как мы только что решили не то все-таки не исключено что вознесение или что-то еще что их называют диптихом я просто хочу обратить внимание что диптих это тоже вовсе не обязательно иконный диптих да это достаточно широкий термин просто вот обозначение неких таких парных изображений или парных табличек ну как известно там эти ранневизандийские записанные книжечки с завосковыми табличками они назывались тоже диптихами и не имели никакого религиозного значения поэтому это ну просто вот ну некие такие парные изображения я думаю что термин этой исследовательницы которую вы упоминали он ровно в этом широком смысле использовался и совсем не обязательно намекал на какие-то такие религиозные иконные изображения ну вот а так спасибо большое очень интересный материал и я надеюсь что мы действительно услышим продолжение да вот про собственно большого этого зверя про которого сегодня мы не очень много успели услышать но зато оказались затронуты многие другие темы да про плетенку скандинавскую вообще про вот эти разного рода широкие связи и про то как орнамент конечно запрягался с какими-то фигуративными изображениями параллели вот с фигурами богоматери при распятии и все прочее что нам в начале Екатерина Вольфовна рассказывала да спасибо большое а можно мне ответить конечно во первых большое спасибо за населенную лозу вот каким-то образом я не встречала этот термин что довольно стыдно для человека занимающего орнаментом спасибо большое я буду знать что это я встречала только в англоязычной литературе теперь насчет диптиха я конечно знаю что диптиха это просто два изображения связаны там единой идеи там или чем-то и как раз с этой в этой части вот эту теорию или гипотезу Риты вот я признаю но я бы не стала упоминать она сама как раз очень подробно пишет что вот это изображение она именно связывает с иконным типтихом с переносными иконами она довольно поэтому я ее критикую именно в этой а так бы естественно я не стала это упоминать а то что именно вот эти два изображения на гранях Б и С вот связаны таким образом с этим я совершенно согласна как раз с нею в этой части и вот как-то она очень ясно это продемонстрировала и потом последнее вот я хотела бы сказать более общее ваше соображение насчет Руси и Скандинавии разумеется эта тема разработанная и как бы хорошо известная но как раз влияние Скандинавии на континентальное искусство часто ну вот мне неизвестно чтобы вот прослеживались это влияние а мне как вот в следующий раз как кажется удается удалось может быть вот следы такого влияния участие Скандинавии не в качестве принимающей импульсы из континентальной Европы как в подавляющем числе случаев она представляется в литературе а именно как источники влияния именно конкретная связь вот построение этого образа ну во всяком случае вот по моей теории но поэтому тут мне очень было важно вот такую конкретную связь это проследить именно не с русской даже а вот с такой общей восточной европейской но об этом в следующем раз поэтому конечно влияние скандинавской скандинавии на русское искусство особенно орнамент но более раннего все таки в основном времени как бы широко обсуждается а вот на этого большого зверя но мне как-то не встречалось чтобы кто-то об этом говорил кроме кстати Владимира Ивановича Дали я встретила в литературе упоминание что Дали об этом писала в какой-то своей статье надо эту статью посмотреть а так спасибо за внимание большое спасибо вам спасибо всем пришедшим спасибо всем обсуждавшим да всего доброго прощаемся до свидания спасибо спасибо до свидания спасибо спасибо спасибо